Летом 1683 года крымский хан Мурат Гирай I получил официальное приглашение османского султана Мухаммеда IV принять участие в войне с Австрией. 31 марта 1683 года Османская империя объявила войну Австрии. Одновременно к столице Австрийской империи из Крымского ханства выступила 40-тысячная крымско-татарская конница во главе с крымским ханом Муратом Гирай I и уже 7 июля приблизилась к Вене, став лагерем в 40 километрах к востоку от столицы Габсбургов. Венцы запаниковали, первым оставил столицу сам император Леопольд I. У союзников было два варианта взять город, либо ринуться всеми силами на приступ, что вполне могло привести к победе, так как их было почти в два раза больше, чем защитников города, либо осадить город. Мурат Гирай настойчиво рекомендовал первый вариант, но Карам Мустафа предпочтение отдал второму. Турки перерезали все пути снабжения продовольствия к Вене. К концу августа силы осажденных были почти исчерпаны. Минимум усилия и город был бы взят. Мурат Гирай готов был сам повести своих аскеров на штурм Вены и настаивал на этом, но визирь Карам Мустафа не позволил ему этого сделать, опасаясь, что лавры победы достанутся не ему, а крымскому хану. К городу подошли главные силы христиан. В 30 километрах к северу-западу от Вены соединилась польская армия и войско священной лиги. Мурат Гирай первый опасался подобного исхода. Он предпринял все возможные меры, однако время было утеряно. К тому же визирь повел себя крайне нетактично. Он не только игнорировал советы и действия хана, но и в порыве гнева на военном совете прилюдно унизил ханское достоинство. И случилось то, чего не ожидал Карам Мустафа. Хан, не терпя по отношению к себе недостойного поведения визиря, отказался атаковать польское войско, которое уже приближалось к Вене. Из-за всех этих разногласий польская армия сумела подойти к Вене. Восьминедельная осада города прошла впустую. Поняв свою оплошность, визирь сделал попытку примириться с ханом и 12 сентября в 4 часа утра отдал приказ союзным войскам начинать битву, чтобы помешать противнику как следует построить свои силы. Карам Мустафа надеялся захватить Вену до прибытия Яна Собесского. Но было поздно. Польская кавалерия нанесла мощный удар по правому флангу османов. После 12-часовой битвы османское войско было не только физически измотано, но и пало духом после неудачной попытки ворваться в город. Менее чем через 3 часа после кавалерийской атаки поляки одержали победу и спасли Вену. Чтобы не выглядеть в глазах султана виновником неудач под Веной, визирь Карам Мустафа переложил всю вину на крымского хана Мурада Герая I. Субтитры создавал DimaTorzok